Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Как Самара готовится к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне? Что в праздничные дни ждет горожан и ветеранов? Об этом будем говорить сегодня в нашей студии. Председатель Самарской городской общественной организации ветеранов Владимир Пронин. Ваши вопросы задавайте, как всегда, по телефону 202-112-22. Звоните. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Добрый вечер. Ну, страшно представить, но уже до Дня Победы, юбилей, остается больше двух месяцев. Мы все вот говорили, говорили, будет празднование. Получается, март полноценный месяц и апрель. И тут немножко, и от февраля немножко. Мне вот интересно, вот эта программа подготовки к празднованию со стороны Совета ветеранов городского, она как вообще выглядела изначально? Какие у вас были задачи? Насколько все это масштабно? Как вы готовились? Ну, я просто сразу хочу сказать, страшного ничего нет. Да, ну так-то, да. И подготовка, вот эта программа, непосредственно план подготовки к 70-летию Победы, празднования, он был разработан еще более двух лет назад. И вот в этой разработке участвовали все районные организации, все ветеранские движения. Они все, что хотели увидеть, услышать и сделать непосредственно к празднованию, они подавали эту информацию в городской совет, городской совет отдавал в город. Город непосредственно тоже огромнейшую работу проводил по подготовке вот этого плана мероприятий проведения к 70-летию Победы. И сейчас, в настоящий период времени, с поправками, которые непосредственно пришли со столицы нашей города, который ведет план подготовки президента Путина, Победа называется, которая, будет сделано 444 пункта. Непосредственно вот это мероприятие, которое касается непосредственно ветеранов и празднования 70-летию Победы. А вот если по направлениям говорить, какие это направления? Ну, направления самые... Да, я понимаю уже, основные направления они были и оставались, это непосредственно обеспечение ветеранами великой отечественной жильем, практически у нас или ремонт, или жилье, практически у нас все, все ветераны великой отечественной обеспечены. Остались уже совсем небольшое количество людей. И то, когда уже губернатор, это Меркушкин Николай Иванович сказал, дополнительно посмотрели списки, обновили, вот сейчас настоящий период времени. К концу года оставалось где-то у нас в пределах 60-56 человек. Я думаю, что в этом году, в этом году практически все, согласно плану, который проводит город, все наши ветераны будут обеспечены. Плюс ко всему, у всех будут проведены ремонтные работы, которые они хотят, потому что они сами делают заявочку, там специальная очередь. Там, ну, на очереди у нас чуть больше 260 человек. На ремонт. На ремонт. Это уже не только ветераны великой отечественной, которые приравниваются к этому вопросу. Плюс вопрос поставился еще дополнительно, все прекрасно узнают, на проспекте Кирова есть дом ветеранов. Вот, там хотят отремонтировать 28 квартир, чтобы ветераны туда въехали. И я думаю, что, ну, как всегда у нас эта просьба есть, значит, эту просьбу постараются выполнить. Вот вы сказали про ремонт. Интересно, что представляет из себя этот ремонт? Вот что будет? Это косметически? Какие работы? Я понимаю, да. Вопрос заключается в том, что там, если ветеран захотел ремонтировать свою квартиру, приглашается специально, не бригада, а представительская комиссия. В комиссию входят непосредственно, в каком районе он находится, люди от общественной организации ветеранов. Вместе с соцслужащими они смотрят, проверяют, делают, составляют смету, что ему нужно в первую очередь. Нужно поменять там окна, нужно балкон там или еще что-то, косметический какой-то ремонт. Кому-то поменять сантехнику и так далее. Все в зависимости от того, что желает ветеран. Да, и можно сделать, да. Да, таких вот ограничений нет. Нет, как таковы. Но это хорошо. Но если мы говорим о жилье для ветеранов, это все-таки федеральная программа, и финансы идут оттуда. А от города что зависит? Идет и от федеральной непосредственно, и город тоже самое. Это совместное мероприятие, не мероприятие, а это программа, которая совместное выделение средств от города и в общей сложности вместе с областью это ведется. А еще что от города зависит? Для ветеранов. Какие-то существуют городские программы, которые на ветеранов конкретно направлены? Конечно. Потому что вы это работаете как общественная организация, вы же все эти интересы защищаете, основываясь, наверное, на программах тоже. И плюс еще свои инициативы. Я понимаю этот вопрос, да. Вопрос самый основной, который есть и ведется сейчас в настоящее предприятие, программа называется «Ветераны Самары». Она уже идет в течение четырех лет до шестнадцати. Она как идет, так она и шла. Вот эту программу очень много пунктов, и практически эта программа ежегодно повторяется. Все то, что касается и жилья, и медикаментов, и непосредственно, вот сейчас тоже программа вошла, городская, это замена непосредственно счетчиков. Как на воду, так же и на этот, на газ. Но это бесплатно идет замена. Это все идет бесплатно за счет городского бюджета. Плюс ко всему, непосредственно ведется для ветеранов постоянно, вот каждый год, выезды непосредственно вот это на теплоходах. А, да, мы снимали вот нашу селочную группу. Да, это очень даже болезненный вопрос, многие пишут, болезненный вопрос, потому что, ну как вам сказать, ну для всех все равно нельзя обеспечить, как говорится. И тут получается немножко немножко. Все остаются довольны, так настроение поднимается. Кто ходит, да, хорошо, а вот кто немножко остается, не получается. Мы стараемся, стремимся, чтобы на этих теплоходах, на этих прогулках непосредственно люди как можно больше охват сделать в городе. Но то, что позволяет бюджет, никуда от этого не денемся. Вот в этом году будут, планируется у нас, мы планировали на Москву теплоход, но был совет наших ветеранов при главе городского округа, вот, определить, что до Москвы они не выдержат. Там вопрос заключается 12 суток, и, сами понимаете, самый молодой, можно сказать, участник Великой Отечественной войны, это под 90 лет. И для того, чтобы обеспечить вот это, ну, там реанимационно нужно эту бригаду держать, если не одну, а две. Поэтому просто совет принял, что до Москвы не пойдут теплоходы, как говорится, а будет до Сталинграда два, как говорится, и до этого, до Костромы. Поэтому, но количество людей немножко увеличится. Чем один теплоход до Москвы, то получается немножко больше. Да, хотя ветераны, конечно, вот, поражаешься всегда, это люди, очень сильные такой закалки. Вот мы ездили тоже как-то с ветеранами на полклонную гору, и вот они впереди нас бежали с оператором буквально по горе, а мы за ними плелись, просто поражаешься, откуда вот у них столько энергии и сил. Я вот насчет энергии, я прошу прощения энергии, потому что, вот, как вам сказать, ветераны, они той закалки, как говорится, вот, того времени. Это люди железного характера, они столько перетерпели, как говорится, и практически получается то, что им не хватает чисто общения и доброты. Вот, и вот сейчас, когда с ними общаешься, разговариваешь, вот, им, вот, ничего, вот, они вот сейчас хотят для того, чтобы просто вместе собраться, посидеть, поговорить, ну, чайку попить, как говорится, и чтобы их уважали, понимаете. Но сейчас все стремится к этому, кажется, вся страна к этому стремится, чтобы помнили, все знали и не забывали того, что они сделали для нас, понимаете, в общем, вопрос. И вот мы вроде стремимся, даже сегодня далеко ходить не надо, вот, ну, в канун как раз, вот, 70-летия проводится очень много и проводилось. И уроки мужества проходили, вот, уроки проходили, была московская битва, была сталинградская, блокадники тоже самое. Это у вас, наверное, выступали представители, вот, тоже говорили, как жили они в блокаду, как наступали в Сталинграде, оборонялись. И вот сегодня мы в школу, были в школе, там, я хочу просто даже здесь в эфир сказать, что даже, вот, сейчас у нас в городе есть Совет Генералов, возглавляет, это командующий округа генерал армии, этот Баранов Александр Иванович и Сергеев, этот Анатолий Павлович. Вот генералитет, это же, представляете, какая-то тоже организация сильная и она нужна, потому что детишки, они хотят видеть живого генерала, не на картинке в кино где-то, а вот он в школу пришел в форме, красивый, элегантный, и тут, господи, тоже интерес. И самое главное то, что генерал рассказывает то, что как оно было, как оно есть, и детишкам это очень здорово и интересно. Вот сегодня было в 12-й школе и в 132-й, там и урок мужества прошли на таком уровне, что это, но уроки мужества все очень здорово в каждой школе проходят, я уже даже со счету сбился, потому что практически программа, которая идет в канун 70-летия, да не только в канун 70-летия, как она была принята, ветераны Самары, полностью уроки мужества запланируются для занятий, и поэтому в каждой школе, во всех школах нашего округа городского проводятся эти занятия. Вот, и где-то к концу года, грубо говоря, вот, будет, примет участие непосредственно, особенно школьного возраста, вот школьников, это студентов, наверное, со всех школьников, больше 130 тысяч человек. Вы представляете, какое количество детишек будет принимать в этом участие? И они будут реально общаться с людьми, которые принимали боевые действия, это от живого человека, от живой легенды, слушать то, что в то время творилось, то, как они жили, и поэтому для них это противостоит. Да, вот это, наверное, самая сильная сторона патриотического воспитания, потому что, я думаю, что у вашей общественной организации есть такая задача, направление работы патриотической. Это практически самая основная задача, именно для того, чтобы молодое поколение, не то, что забыло, оно, в первую очередь, должно знать историю своего государства, именно изначальную, какая она была, начиная от Чудского сражения, Александр Невский, где бился, там, Куликовская битка, которая проходила, до настоящего периода, до времени-то берем Великую Отечественную войну, и также брать уже локальщиков, это воины локальники. И вот такой отрадный момент, все больше появляется школьных музеев, как раз вот на эту тему, по блокаде Ленинграды, по Великой Отечественной войне, по тылу. Вот вы с этим тоже как-то сотрудничаете, связаны? Да, 121 музей. Вот, из, сейчас я точно забыл, так, сейчас я вспомню, два музея у нас, конкурсы проводили, в городе проводятся конкурсы непосредственно. Это на лучшие музеи, которые выходят на уровень федерации в Москву. Вот у нас два музея, один музей технический лицей у нас выиграл, и, и, и с области, где какой-то похвестинская. Вот эти представители, они поехали в Москву, там тоже выступать непосредственно уже на уровне федерации. Поэтому сейчас в школах у нас, это практически во всех школах, имеются музеи. И дополнительно, просто хочу сказать, вместе мы вот с воинными десантниками, вот, непосредственно открываем мемориальные доски, это уже по локальщикам, это идет, как говорится, смена поколений идет. Вот там ребята, которые учились, там, вот, мы открываем доски, вот, там ученик в этой школе учился, и детишки подходят, идет то же самое, как урок. И вот в одной школе даже директор школы сказал, вот, никакой даже урок, может, даже какие-то беседы не так воспринимаются, как бы вот это делается. Когда визуально детишки смотрят, им рассказывают о тех событиях, которые происходили. Поэтому я говорю, участники Великой Отечественной, ну и слава Богу, пока, дай им и Бог здоровья, которые живы, которые приходят в школы, вот они ведут беседы вот эти, это именно легенды, с которыми потом они будут рассказывать своим детям, внукам, что я вот, когда учился, к нам в школу приходил ветеран Великой Отечественной и так далее. К нам поступает первый вопрос от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22, звоните, еще есть время. Моя теща приравнена к ветерану Великой Отечественной войны. Какие льготы она имеет при установке приборов учета? Куда ей обратиться за информацией, Валерий Михайлович? Очень просто. Значит, пускай они выйдут на меня, на наш совет, городской совет ветеранов, ну вот, какой район непосредственно. Она с какого района? Есть только сотовый телефон. Значит, пускай они, ну, сотовый телефон, пускай они перезвонят 271-66-50 или 271-66-51. Это наш городской совет ветеранов. Мы разъясним, узнаем, с какого района они находятся и скажем, что он у нас делает. А кто сегодня приравнивается к ветеранам? Вот написано, что приравнен к ветеранам. И какие у них есть льготы? Вот кто еще присоединился к ветеранам Великой Отечественной войны? И вообще, у вас же такая большая организация получается, не просто вот ветераны Великой Отечественной войны. Вот, они приравниваются к участникам Великой Отечественной войны. Но тут вот это приравнение, приравнение, это человек, когда получает инвалидность, мне кажется, это как-то немножко, это даже тяжеловато в очень вопрос. Поэтому вот эти льготы, и они имеют право полностью проезд бесплатный у нас на муниципальном транспорте, как говорится, вот, то, что сейчас перечислили, к ним делают вот эти, и ремонт могут делать, то участник Великой Отечественной войны бесплатный. Кто-то может непосредственно, это установка учета этих приборов, да, и практически они приравниваются вплоть до того, что если он участник, он пользуется по налогообложению, на частную собственность, вот, от налогов они освобождаются. Поэтому очень много, но, с одной стороны, лучше быть этим здоровым, сильным и жить тихо, спокойно. А много у вас людей в организации? Вот сколько? Прибавляется вот ежегодно? Ну, у нас вопрос заключается в том, что, я понимаю вопрос, извините, что я вас перебиваю, вот, у нас осталось участников, чисто участников Великой Отечественной войны, вот, это тысячи где-то 800 человек, чуть, может, больше. В прошлом году было их почти 3 тысячи, 2 тысячи, это 800, и вот, сами понимаете, я даже, мне об этом говорить даже не хочется, вот, и тут просто приравнивание, приравнивание. Дай бог, чтобы они жили, как говорится, и, потому что, действительно, это когда живой человек, живая легенда, он намного смотрится лучше, чем он будет смотреть с какого-то портрета, с какой-то этой фотографии. Но, в основном, сейчас идут к нам ветераны труда, это уже, ну, то же самое, это люди того более позднего поколения, как говорится, вот, которые, вот, ну, ветеран труда, он немножко, вот, это, другой у него статус, вот, и другое положение. Ветераны вооруженных сил, то же самое. Ну, ветераны вооруженных сил, которые непосредственно принимали боевые действия, опять вот то, что я и говорил, если они получили ранения непосредственно в боевых действиях, вот, он уже прививается к участникам Великой Отечественной войны. А так льготами непосредственно пользуются те, которые просто участники, как говорится, боевых действий. Есть у нас такой герой Советского Союза, Владимир Иванович Чудайкин. 90 лет, 24 февраля ему исполнится, наверное. Вы тоже будете отмечать это событие. И вот прошла такая информация, что будет установлен памятник танка Т-34 и даже, может быть, Владимир Иванович на нем на параде проедет. Вот насколько сегодня это реально все? Ну, тут вопрос такой. Это, скорее всего, надо было Владимиру Ивановичу задать вопрос. А танк? Ну, танк-то уже стоит. Танк стоит. Сможет он проехать или нет? Я думаю, ну как вот, 90 лет человеку. Нет, а танк сам пойдет по площади? Танки пойдут по площади. И вот этот вот. И плюс ко всему, скорее всего, планируется, я просто хочу сказать, проведение празднования, которое будет, начиная от того, что будет в Парке Победы открытая арка Победы, там непосредственно, плюс ко всему, с 7 числа планируют техника, которая привлекалась или участвовала в боевых действиях в те годы, ну, которые полуторки, там еще какие-то пулеметы и так далее. Скорее всего, где-то будут в районах, даже по городу, может, они проедут, и люди будут смотреть и наблюдать. Это тоже планируется. А вот Ил-2 говорили, что может пролететь над Самойой. Может пролететь, да, может пролететь, потому что, скорее всего, его привезли, его ремонтируют, но это совместно, там, Единая Россия, короче говоря, там, это Фетисов, Александр Борисович принимал активное участие, наш депутат, то же самое это. Вот, они, ну, я думаю, что к этому времени... Да, то есть будут сюрпризы, и особенно и мальчишкам, да и ветеранам, которые смогут еще раз посмотреть на эту технику. Ветеранов мы постараемся, чтобы они сидя, наблюдали, смотрели, да. Там планируется и колонна построения, и колонна, чтобы кого-то, кто-то, если ходит, ходит более-менее, значит, мы им посадим машины, чтобы они в автомобиль, чтобы они проехали, чтобы чувствовали это. Вот, чтобы не было такого, что вот иногда наблюдаешь перед праздниками и в праздник 9 мая, что такое ощущение, может, и мы радостно от этого, но ветеранов просто вот разрывают, затаскивают, и туда вот съездите, и в школу, и мы к вам придем, и вы к нам придите. Вот чтобы уж это внимание и помощь распространялось не только вот на эти там 2-3 дня праздничных, а вот чтобы, конечно, все это было. Я немножко с вами здесь не соглашусь, потому что практически, практически в течение года все ветераны, которые, ну, я имею в виду, еще чувствуют себя более-менее хорошо, вот, они стараются приходить в школу, их привозят туда. Но многие ветераны, которые уже не могут ходить, вот, не могут ходить, вот, к ним делегации приходят из школ, они с ними разговаривают, встречаются прямо надо мной, он рассказывает, можно сказать, проводит даже там урок мужества, там приходит человек 10, там к нему какие-то более младшие классы или со всех классов, и прямо на дому он там рассказывает. Это ему приятно, потому что он чувствует себя незабытым. Вот, а когда лежишь и просто на телевизор смотришь, говорится, а тут тебе приходят, это уже много говорить. Да, живое общение. Ну, для того, чтобы понять, что происходит, как проходит подготовка к 70-летию Победы, предлагаю посмотреть сюжет, ну, а потом мы продолжим разговор. Долгожданный праздник 70-летия Победы в Великой Отечественной войне не за горами. Самара полным ходом готовится к этому событию. К открытию Триумфальной арки, которую уже начали устанавливать на пересечении улиц Кирова и Юных Пионеров, планируют отремонтировать и декоративные входные стелы-звезды. На совещании по благоустройству аллеи трудовой славы собрались представители администрации Самары и руководители промышленных предприятий, чьи информационные памятные стенды располагаются на протяжении всего объекта. На нем расположены 10 крупных мемориальных сооружений, которые в свое время создавались за счет промышленных предприятий, крупнейших промышленных предприятий региона. И я хотел бы выразить вам признательность за то, что практически все предприятия, мы сейчас это поподробнее обсудим, поддержали нашу инициативу. И уже ведут, кто-то уже ведет восстановительные работы, кто-то подготовительные работы. Мемориальные сооружения «Триумфальную арку» планируют открыть в начале мая, но это еще не все. Аллея должна стать знаковым легендарным местом города, уверены в город администрации. Но пока некоторые представленные стенды не соответствуют требованиям и нуждаются в доработке. Он должен все-таки носить характер менее рекламного, более содержательного. На сегодняшний день то, что вы представили, это все-таки носит в первую очередь некий рекламный характер. Если сюда добавить людей, например, тех, которые действительно вложили вклад, историю и так далее, даже в этот слайд, когда мы совмещаем современную молодежь и людей, которые создали это предприятие, уже по-другому будет читаться. Некоторые промышленные предприятия уже начали подготовительные работы на своих участках. Завершить реконструкцию памятных стендов должны к 9 мая. После чего за дело возьмется подрядная организация и окончательно благоустроит аллею трудовой славы. Установят новый бордюрный камень, положат плитку и высадят цветы. Надеемся, что все планы реализуются. К нам еще поступил вопрос от Анастасии Васильевны. Я шахтер, приравнена еще при Советском Союзе к фронтовикам. Что с нами будет? Будут ли подарки к 9 мая? Я хочу сказать... Что с нами будет? Это вопрос, наверное. Все будет нормально. Если человек приравнен к фронтовикам, значит все подарки будут. Как от губернатора в области, так и от главы города. Тоже самые подарки. Они уже сейчас и... Уже формируются. Уже формируются, да, и никого не забудут. Вот что вопрос. Сейчас, потому что вопрос касается не только участников, именно Великой Честной, это само собой разумеется, но и те, которые приравнивают, и которые сами будут поздравлять. Поэтому пускай не беспокоятся. А вот какие, наверное, при такой масштабной подготовке сегодня возникают какие-то вопросы проблемные, которые приходится решать в таком вот порядке быстро. Вот что могут? Какие проблемы? Кто-то... Вот вы говорите, никто не забыт, а вдруг что-то... Тут я просто вопрос хочу... Не то, что вопрос, напомню. Сегодня утром мне тоже женщина позвонила, и она вообще живет в Красном Яру. Вот. Красный Яр вроде к городу никакого отношения нет. Вот. Она обратилась там в высшие стоящие инстанции, там вот это в НУ, там куда... Ей дали мой телефон, и вот она мне начала говорить. И то она с ней... Ну, женщина с 27-го года, уже тоже 88 лет, она даже связать слова не может, и она дала телефон этому племяннику своему. Вот мы обговорили по этому вопросу. Ее интересует вопрос не только то, что идет сейчас, кажется, обновление где-то, отчищение, особенно на кладбищах и прочее. Сейчас это все восстанавливается, все приводится в порядок. Вот. Это в городе все это делается, все на уровне, как говорится. Но это касается Красного Яру, там это где они непосредственно живут, у них там свое непосредственно кладбище. Вот. Я дал свой телефон, и я думаю, я выйду на главу района непосредственно этого, написал ее адрес. Я думаю, представители администрации к ней придут домой, она выскажет свое мнение, объяснит ситуацию, что ее больше всего интересует. Но она, скорее всего, интересовалась тому, чтобы как бы увековечить тех ветеранов, которые сейчас еще живы, когда они умрут. Я сказал, что выпущено это большое количество книг памяти, непосредственно по каждым районам, по каждой области, по каждому городу. И, скорее всего, тоже в Красном Яру имеется книга, и в области есть книга памяти. И надо посмотреть, просто если дополнение какое-то будет в редакции, дополнять какие-то фамилии, я думаю, что там уже на уровне районной администрации. Да, стремление какое большое есть у людей, действительно, увековечить память. А вот тыловиков сколько у нас было в Самаре, в Куйбышеве, да? Это же люди трудовой подвиг совершали. А речники, вот Владимир Николаевич Казарин, да? Который вот с этой темой тоже бьется, хочет тоже какой-то вот монумент, хотя бы небольшой, посвященный речникам, которые перевозили через Волгу. Я понимаю, эти вопросы все приняты, они сейчас в разработке находятся, но самое главное, вот охватить сразу все моментально, это тоже время, нужно, чтобы... 30 лет прошло уже. Да вопрос-то не в этом, мы же зашевелились, а когда, вот ситуация-то какая. Вот, в 90-е годы вспоминаем, правильно, да? Там вообще ничего, все забыли, там людям кушать было нечего, вот что вопрос. Каждая семья стремилась, как бы это, накормить свою семью, детишек, даже не обращали внимания на них, поэтому и молодежь-то мы потеряли. А то опять сейчас я вернусь к тому, что на Украине произошло, вы тоже прекрасно знаете. И вот сейчас поколение ветеранов, которые в Великую Отечественную войну, многие воевали на территории Украины, там в Беларуси, которые освобождали ее, как говорится, они вот сейчас смотрят и видят и со слезами на глазах. И мы говорим, нам ни в коем случае молодежь нельзя выпускать. Я поэтому и говорю, надо именно историю своего государства знать изначально, начиная, как говорится, с самых азов и показывать вот это все. В городе мы сделали наглядную агитацию непосредственно, я вот сейчас выставку буду делать во Дворце ветеранов, это по районам работы непосредственно администрации, плюс ко всему я попросил то же самое, я думаю, мы найдем средства то же самое, где-то тоже планшеты будут переносные, именно все, начиная изначально, как я говорил, от рождения, труси вот этой всей, чтобы ребята, детишки в школе видели, там будет наглядно, такой-то год, там Куликовская бита, 380-е, Москва там через 27-е, там потом начинаем уже дальше, Полтава, это 1709 год, и описание идет, сражение вот это, чтобы эту выставку в школе разместил, ребенок подходит, он видит это, ребенок же у нас пока не потрогает, потому что он не понимает этого, а это будет наглядно, переносная, в каждую школу переносить, и тут же будут ветераны о себе рассказывать, там будет момент, начиная Московская битва, это Сталинградская, потом блокада, потом Курская, ну потом конец, это взятие Берлина, эту операцию писать, там показать, расписывать все, и ребенок уже будет, какое количество будет там армии, какое количество людей с одной стороны, с другой стороны, какое вооружение было, между двумя этими коалициями воевала, уже он пройдет, хоть что-то прочитает, у него в голове будет оставаться. Ну, это хорошая идея насчет переносной выставки, чтобы не в одном месте, а вот действительно по школам, вот вы сказали, что найдем средства, а вот интересно, вы общественные... Город помогает. Да, вот вы еще не успели задать вопрос, потому что... Я соотвечаю, да. Город, и плюс ко всему, это непосредственно, да, и спонсоры тоже самое. Есть люди, которые вот проникают среди спонсоров. Есть, есть хорошие люди. Я думаю, и сейчас, в настоящий период времени, особенно, да, вот, в канун 70-летия, они относятся к этому очень серьезно. Да. Следующий вопрос от Людмилы. До какого года считаются дети фронта участниками войны? Как до какого года считаются? Не знаю. Если ты принимал участие, там дети фронта, там... Дети вот, дети фронта, что это за категория такая? Дети фронта, они не считаются участниками войны, они считаются просто дети фронта. Они не приравнены никому, ни к ветеранам. пока не приравнены. Этот вопрос стоит под вопросом, еще, как груще говоря, и этот уровень идет на более высоком. Это не в районе, не в городе, даже не в области. Это на уровень нужно выходить в государстве, там уже Дума должна решать этот вопрос и приравнять. Приравняют они, и приравняют, и там видно будет уже. Потому что, конечно, очень много и трагедий, и тяжести, и беды, и горя, и героизма в то же время выполнены на взрослых людей, ну, а дети-то тоже страдали, конечно, в это время, и вот как-то хочется, чтобы им вот внимание и забота тоже как-то... Вы правильно говорите, вопрос заключается в том, что... Причем здесь ребенок, правильно? Да. Вот. И он в тот период времени, когда у него никого нет, вот, а он маленький, он еще ничего не соображает, особенно если брать возраст, там, это трех и выше. Вообще это очень тяжело. Я вот мог бы рассказывать и другие моменты, которые со мной проходили непосредственно. Я как локальщик, я боевые действия принимал в Афганистане, там, в Таджикистане, там, в Грузии, но во многих местах, вот, пример тоже в Таджикистане мы были, это еще... Я служил в третьей бригаде специального назначения. И вот мы, Нурекс-Кагресс, там находится непосредственно, где 90... И Нурек город. Там 99,9% это русское, российское население было. И понимаете, вот это 94-й год, 92-й год, начало вот этих событий, это между ними, усобица вот эта пошла как раз. И нужно было эвакуировать вот этих наших русских. Оттуда мы колоннами вывозили, оттуда наших. И вот там стоят детишки, там женщины с детьми. И вот такое состояние, вот у меня всегда вопрос ставился, в первую очередь, я, ну, по-воему, я мужиков в сторону отодвигаю всегда, именно сажаю в автобусы, именно соображают колонны, это дети и женщины. И потом их на самолет, чтобы они, как говорится, на большую землю возили. И там, ну, ужас, там все творилось, я что рассказываю здесь по телевизору, как говорится, вот в эфир. Потому что дети стоят, плачут, а ты ничего не сможешь им делать. Вот она стоит с ребенком и тоже слезы на глазах. Ну, вот эта история повторяется и в наши дни. Ну, вот Украину далеко ходить мы не будем. Как человек с военным прошлым, вот хотелось бы вот вашу оценку этой ситуации услышать. И как вы видите вообще развитие событий? Потому что мы сегодня все задаемся вопросом, что будет дальше, потому что вот пока вот как-то не понятно. Развитие этого события, это мое мнение, это не навязываю я никому свое мнение всегда, это мое чисто видение. Когда идет междоусобная война, когда люди одной нации убивают друг друга, которые знают друг друга, были знакомы с друг другом. Чисто по-военному и чисто по-мужски, можно простить все, но когда убиваешь своего друга и своего товарища, это очень тяжело и сложно. И скорее всего, по-моему, будут это те, которые воюют, я имею в виду, Киев против своих людей. Это Донбасс и Луганск. Донбасс и Луганск, он скорее всего отойдет от них. И никогда то, что они натворили, то, что они творят сейчас там, это, ну, это мое мнение. Я очень жесткий немножко человек, я бы не простил просто все. А по-человечески, по-человечески, как все, Бог говорит, у нас нужно все прощать. Вот, но тут свое. Здесь вот еще разбираться нужно время. Спасибо огромное за то, что пришли. Поздравляю вас и всех настоящих мужчин с наступающим праздником 23 февраля, который мы отметим до Дня Победы. Всего вам хорошего, чтобы все планы свершились и все завершилось удачно, хорошо. Всего хорошего. До свидания. К сожалению, уже нет времени. Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok